Привет, друзья! И прежде чем начать просмотр нового влога, обязательно подпишитесь, потому что 40% людей смотрят без подписки, и это будет приятно. И в целом в описании к видосу указаны все ссылки на мои телеги, на Катюхин канал, на нее тоже подписывайтесь, ну потому что она классно снимает, и в принципе красивая девчонка. Мы поднялись на 6 этаж, сейчас будем завтракать, Катюша уже приступила, тут похрумкала, у нас скрамбл с сосисками, попьем водички, еще кофейку и поедем развлекаться, потому что сегодня суббота, можно бездельничать, и это очень здорово. Вообще в целом очень рад обратной связи к предыдущему видосу, почитал комментарии, я рад, что вам заходит лайфстай, поэтому буду продолжать без всяких сумасшедших склеек, просто все рассказывать, показывать как есть. По плану у нас сегодня съездить на Манки Хилл к обезьянкам и еще куда-то, в общем посмотрим. Я вам уже сто раз говорил, что мысль приходит внезапно, и мы тут же начинаем все это дело записывать. По погоде, ну сегодня достаточно облачно, но при этом тепло, вот такая красота, каждый раз вам показываю обстановочку. А еще новости нашего двора, постригли весь газон, ну в смысле газон, траву, которая постоянно качалась, из окна я смотрел, есть ветер или нет. Все, приятного аппетита, ребят, кто ест вместе с нами, кофеечек за вас пью. Еще хотел добавить, что я получил 850 рублей с предыдущего видоса, когда я сказал, что на Донейшн Альерс мне за 83 дня скинули 100 рублей. Спасибо большое. Давайте вам очень кратко про наши расходы расскажу. 25 тысяч бат ежемесячная плата у нас за отель, номер мы вам неоднократно показывали. Кстати, у Катюхи скоро выйдет клевый видос, обзор места, где мы живем, там и про отель и все такое. Обязательно подписывайтесь, смотрите. Плюс по байкам 8 тысяч бат я плачу за свой PCX, 5 тысяч за Катюхин скупи. Какие у нас еще регулярные расходы? Еда, массажки. Не, ну еда, массажки это уже такие, когда захотелось. Ну на еду мы тратим сейчас уже мало. Потому что вначале мы разогнались и в кафешках тратили по 2000, ну даже иногда по 3000 бат в день. И это очень дорого. Сейчас мы едим на кухне, готовим сами. Ну как готовим? Я-то вообще сижу смотрю на Катюху, как оно все это делает. Иногда ругаются, что я посуду не мою. Потому что я бездельно. Я пару раз попросила, буду очень устала. Говорит, пожалуйста, да пожалуйста. Ну нет, Андрей ты ненавидит. Да, у меня посуда вообще это, конечно, боль. В детстве, когда я приходил со школы, мне родители оставляли вот такую гору посуды. И у меня с тех пор прям... Андрюш, поверь, ты не избранный. Так было у всех. У меня тоже. У всех так было. Может не у всех так было. Напишите в комментариях, у всех так было заставляли вас в детстве мыть посуду или нет? Что? У большинства, я думаю. Ну, вероятно. Вот, поэтому когда спрашиваете, сколько денег нужно на Таиланд, да я хозе, ребят. Все зависит от потребностей. Кто-то, блин, в гольф любит играть. Кто-то катается по бесплатным местам. Кто-то любит массажки за 300 бат. Кто-то ходит в элитные, блин, не знаю, на север Таиланда за 1000 бат делает. Или там целую процедуру с камнями. И тратит на это 3000 бат. А в целом по еде... Блин, ну если вот так вот готовить, всякие яичницы, фрукты, овощи покупать, я думаю на неделю, ну в пятером, ну на двоих можно уложиться, 1000 бат. Ну, если неплохо так питаться. Вот, поэтому имейте в виду. Ребят, чудо свершилось. Сейчас покажу вам. Вот так вот потом рождаются всякие клише, что ежовка будет. Я помыла все, я помыла сковородку, вот эту доску, все помыла. Я думаю, две тарелочки, две вилки. Ну и чашки, да. Просто флэш-бэчет из детства. Нет, нет. Две тарелки, Андрей. Понимаешь, ты меня в детство сейчас погрузила. Ну, круто, круто. Нет, не в те счастливые моменты, когда я на горке катаюсь, на санках зимой. Я пришел со школы. Нет. Ну ладно, там было достаточно много посуды. Я всегда удивлялся родители, что так много едить, а? У меня одна тарелочка была. И там всякие кастрюли, сковородки. Сейчас мамка, наверное, когда смотрится, это просто угарает. Яко муха, ябленный. Все, короче. Достаточно. Теперь можно год не мыть. Будешь допивать? Да ладно, каждый раз я мою посуду, потому что еще. Даже птица звенят. Ну, нихера себе ежов посуду моет. Ну ладно, это здесь один раз я тебя попросила. А так у нас посудомоечная машина, этим всегда я занимаюсь. Не, Маркет, посудомойка, конечно. Я туда без проблем загружу, меня это вообще не спарит. Да я сама этим занимаюсь. Меня вот единственное, я могу сказать, пылесосик не бесит. Это я прям могу. Мне иногда прям нравится. Да. Ну, у нас роботы есть, поэтому... Не, я помню, ты иногда брал пылесос, насадку снимал, именно вот этой вот трубой, не знаю, какие-то щели. Я сама удивилась. Так, какое говно. Вот везде в Таиланде она вот такая. Я об этом постоянно забываю. Особенно туалетная бумага, знаешь, как это неудобно. Туалетка, это вообще жесть. Там надо слоев пять, наверное, вот так вот намотать, иначе проткнёшь прям очко. Один слой там, я не знаю, можно смотреть на нее. Наверное, будет неинтересной для вас информация, но мы купили специальные бумажные полотенца, такие очень плотные, и используем их как туалетную бумагу, потому что здесь она, конечно, ужасная. Я, так сказать, в просак могу попасть, если я ей буду пользоваться, поэтому, да, лучше полотенчиками. Всё, нам даже в номер не надо заходить. Да? Валим. Я не знаю, людям это интересно смотреть, действительно, как я рассказываю про туалетную бумагу. Не, ну я согласен, лайф. Ботовые штуки у людей, они происходят. Мы сейчас поедем на обезьянок смотреть, да? Ну да, наверное. Или сначала немного прокатимся, потом туда. По настроению, как сказать. А ты как хочешь? Пойдем сразу на себя посмотреть. Да. Я надеюсь, они на месте. А по поводу туалетки я трехслойную люблю. В Москве всегда только такую покупаю. Будешь банально? Хочешь? Обожрались уже. Да, наем. Я на всякий случай с палкой иду. Нафиг. Они бывают не в настроении, а очень агрессивные. Ну вы же поняли, что мы идем на гору Манки Хилл. Ранки Хилл, по-моему, еще это называется. Я снял бананку, оставил ее у себя в байке. Максимально разгрузил себя, потому что эти падлы, они любят, конечно, по карманам лазить. Вот это все. Поэтому обязательно берем палочку. Ну, они здесь хозяева. Тут их достаточно много. Нам надо будет еще наверх подняться. Там и вид красивый, и обезьян много. Я один раз наблюдал, как они вот берут и за хвосты дергают собак и убегают. Дурачиться. Где обезьянки? Какие классные. Да, когда в настроении, они классные. И тебе ничего не дают. Слушай, тут самое главное, знаешь что? На альфа-самцов не напарываться. Потому что они тут самые грозные и агрессивные. О, мелкие есть. О, ползают, слышишь? О, они. Ой, сколько здесь мало. Я уж не знаю, там видно на GoPro или нет. Это мамка. Лучше к мелкой не приближаться. Ну что, классно, необычно. Вообще, первый раз я так вижу, близко. Ну пойдем дальше, будет поинтереснее. Там и вид у нас клевый. О, нет, нет, пожалуйста, не забирай все. На, ну на бананчик. Ну почему ты не хочешь банан? О, смотри, орехи собирает. Ну, кстати, да, это в мультиках все время, знаешь, акцент делают на том, что обезьяны любят бананы, а не орехи больше все любят. Жопа у нее, конечно, красная. Вообще. О, смотри, какой малыш бежит. Спрятался. Здесь? Малыш. Да, только будь аккуратненько, потому что если мамка увидит, может напрячься. Привет. Жарко стало. Что-то распогодилось. Смотри, фантик. Они умные на самом деле. Ты им бутылку воды дашь, они ее откроют и начнут пить. Может быть. Не, это мужик. У него вон кокушки были. Чуть не состоялась атака на Катюху. Дома, пойдем. Если у каждой обезьяны будешь по пять минут стоять, мы так никак и не дойдем. Да не надо, не надо их подзывать, пусть они занимаются там своими делами. Просто смотри. Игорь, ты просто еще не сталкиваюсь с агрессией. Лучше их не трогать лишний раз. Don't touch, что называется. Просто смотрим, наслаждаемся. Вон, смотри, в жопе ковыряется. Что-то найти хочет, наверное. Ну, как тебе? Прикольно? Они еще очень крутые. Да, и бесплатно. Говорю, они здесь хозяева, конечно. Так, не нападаем. Тут со входа подниматься до самой горы минут десять. Сейчас стало крайне жарко. Я уже мокрый весь. Вот это я сейчас чуть как улю, конечно, не выложил. Встретили ребят, которые нас смотрят. Подписчики, стоим, болтаем. Чувствую, нога у меня так что-то чешется. Вот это. И тут, блядь, вот такая хуйня по мне ползает. Я ее как палкой пыж. Цветовстая брюха, да, ты сказал? Паук. Ага, паук. Вообще здоровый. Ну, нахрен. Ну, а мы идем дальше. Чуть поставили как раз дыхалочку немножко восстановили. Потому что правда очень жарко. Ребята, тут с Москвы, да? Да. Тоже с Москвы. Все, я смотрю, с палками ходят. Слышишь, ты говоришь, что мы в Москве по твичкам. Ну, вообще не встречаем, ну, практически. Может, пару раз было, а так не встречаем. В Сочи, там, на Кавказе встречали. Здесь несколько уже людей встретили. Это уже, не знаю, пятый раз, наверное, да? Ну, да. К нам подходит. Может, даже больше. Потому что ко мне... Ну, самая прикольная история. У меня есть подписчик, Андрей. Я надеюсь, ты меня смотришь еще. Привет тебе. Мы встретились с ним в Медведково. И второй раз. Блядь, в Ростове-на-Дону. Охренеть, да? С одним и тем же человеком. В Ростове-на-Дону. Вот это, конечно, прикольно. Фу. Вот кажется, да, что мы такие не спортивные, но подъем здесь... Прыгает, прыгает. Смотри, смотри. Она только что по деревьям прыгала. Да там увидишь, еще они будут прыгать. Привет. Жрет что-то. Блин, я все время поражаюсь, конечно. Ловкость им не занимать. Жрет, падла. Да не, я их люблю. Не подумайте, что я их оскорбляю. О, манюненькая. Но они так по пути здесь, с кучками попадаются. Видимо, какие-то семействами. Ну, крутое место. Очень. Необычно, так скажем. А мы же этого встретили. Твоего знакомого, прямо возле отеля. И он сказал, что до него тут докопались абезьяны. Да, они были слишком агрессивны. Он сказал, второй раз я сегодня не поеду. Ты что, бананы кинешь? Да не любят они их. Эти бананы уже обрыгли. Ферберки. Ага. Вот когда они так идут вальяжные, я немножко их опасаюсь. Ух, дофига. Надеюсь, вас не достанут с этими обезьянами. Но место действительно очень прикольное. Фу. Скорее, это как новая мигка. Мне тоже палка нужна. Привет. Да я не успеваю следить за этим. Ребят, ну опять же повторюсь. Подписывайтесь к Катюхе в Телеграм. Потому что она снимает на айфон. У нее лучше приближение. Видны, так скажем, эмоции обезьян. Я вам, по сути, показываю такую частичку нашего путешествия. А у тебя-то все подетальнее. Видно, как они там открывают бананы, конфеты. Вот. Он живет. Она в шесть ищет какую-нибудь букашку. Я там впереди такую араву вижу. Мне аж прям страшно. О, кто-то на машинах. Катюнь, давай со мной. Я даже не вижу, как отстаешь. Ты не уходи от меня нельзя. Ну я же не могу стоять пять минут напротив каждой обезьяны. Вот такой вью-поинт. Ой, красота. Ну я уже вообще насквозь. Ой, это пипец, конечно. Я уже даже думаю, подниматься дальше наверх или нет. Здесь они уже какие-то более агрессивные. Постоянно стараются что-то найти, залезть в карман. Дружище, давай, я тебя жду. Ты смотри, да, вот это запишешь. Да, посмотрите, как кайфуют. Там СПА-процедуры проходят. Да, аккуратней. А то вот когда они вот так вот подходят, ну иди отсюда. Сколько их здесь? Ты прикнишь, сколько их там в джунглях? Ты посмотри. Да, это страшно. А вот это вообще какая-то дефектная. Нет, это какая-то, да, побитая. Это, видимо, местный гопник. Ну и вон нахрен. У него что-то с лицом. Короче, стоим, отмахиваемся палками, если что. Нет, давайте просто пойдем толпой и все. Мне кажется, ему не страшно. С таким лицом, я думаю, вряд ли. С таким лицом ему ничего не страшно. Нормально, может быть, прилетело. Они, походу, наверх пошли. Разборка какая-то. Что они поделили, интересно. Кому-то пофигу. Может, чужую стаю залезла, и поэтому они агрессируют. Ну что, в целом прикольное место вот так вот понаблюдать за обезьянами. Бесплатно. Но, опять же, иногда они агрессивны. Поэтому не берите рюкзаки, бананки и какие-то висючки. Потому что они так и норовят, конечно, вам подползти. Вот такие бывают. Прикольно? Да. Вот тут маленькие. Такие я бы не хотел, чтобы здесь были. Это ж вообще офигеешь. И этих следов боимся страшно. Такие только если сразу пристрелить меня. Палкой вообще ничего не будет. Как слону дробину. О чем они думают? О хапке. О орешках. Вот о чем? О детях. Они все-таки детишками стуклятся. Ты что? Что там увидела? Ну, казалось, пополз кто-то такой черный. Ну что, Катюх, какие эмоции будут? Очень, очень круто. Мне понравились детишки. Они когда мелкие, у них голова прям малюсенькая, глаза большие. Ну, всегда даже у людей, дети когда рождаются, глаза большие. Это понятно. Глазное яблоко, оно не увеличивается с возрастом. Так вот, у них глаза огромные, как у лемуров. Личико такое маленькое. Они на пузо к своей маме цепляются, и мама их катает. Да, вообще напрягаться не нужно. Ну, я не думаю, что вам нужна точка этого места, потому что она очень популярная. Манки Хилл набиваете в гугле, и все. И по навигатору едете. Бесплатно. Очень круто. Поэтому рекомендую. Это лучше, чем смотреть на обезьян в клетках, и при этом еще платить деньги. Ну, я про зоопарки и какие-то такие места. Здесь считай, как контактный зоопарк. Можно просто трогать это. Но не стоит. Полуконтактный. Да, я бы тоже не стал этого делать. Я уже большой акцент делаю на агрессию обезьян. Но, может быть, со стороны кажется, что вот такие неженки. Но тут все так ходят, как бы немножко. Сейчас компания шла людей, и у девочки была бананка вот здесь на поясе. И в кармане банан. В кармане банан. И обезьяна этот банан выхватила, и бананка то ли была расстегнута, то ли обезьяна ее расстегнула. Чего-то пыталась достать, ее прогонять. И еще девочку поцарапала. Да, когда она залезала, ей колено поцарапало. Да, она не специально это делала, не агрессивно, типа взяла и поцарапала. Просто она по ней карабкалась и царапнула. Вот. А так теперь представьте, если бананку она открыла, взяла ваш айфон и потащила куда-то. Все в джунгли. Не найдете, вы же не пойдете туда. Конечно. Или документы какие-нибудь, бумажку. Я телефон, ладно, крепко в руке держу, я переживала за вот это. Если бы они меня вот эту штуку, ну, тянули бы, все. А у тебя нижнего белья нет, что ли? Нет. Ну, у меня эти велосипедки здесь только, а здесь ничего нет. Это не прикольно. Ой, далеко. Далеко, далеко. Да. Много. Долго еще идти, крепитесь. Крепитесь. Ну, хоть чуть-чуть на первый там viewpoint поднимитесь минут пять. Да, до первого viewpoint подойдите, точки там красиво. А до первой далеко нет? Четыре-пять минут. Мы просто вниз идем, нам проще. Ну, все изнеможденные у нас. Нет, нет, ничего нет такого. Ну, первый viewpoint, он прям рядом. Все изнеможденные идут. Слушай, воды попейте, я вся мокрая. Я насквозь. Я должен, вот прям, вот, прям вода течет. Ну, ничего, сейчас подойдем к байку и попьем. Ну, я рада все равно, это очень классно. Я прям довольна. Мне так нравятся эти существа, они такие крутые. Вот посмотришь на них и все-таки поверишь теории Дарвина, да? Я верю. По-любому это так и было. Ну, логично же. Печеньку взяла, смотри. О, это необычно. Тут мало кто печенье дает. Да, смотри. Смотри, она лапками зажала. На, держи. Можете сильно не бояться, если обезьяна вас укусит, потому что они все здесь, так скажем, чипированы. Вроде у них луков КТ, вроде у каждой обезьяны, а на лапе у них номера. Ну, их вакцинируют, чтобы не было бешенства, потому что вместо туристическое, прикинем, их усадь будут. И, ну, короче, понятно. Смаки здесь все общипаны. Это не связано с тем, что эти обезьяны щипают? Еще здесь стать советкой, да, и поднимайтесь, и спускайтесь, смотрите под ноги, потому что везде кожура от банана, можно очень хорошо навернуться. Да, проскальзнуть неплохо. И не только кожура, а сами бананы валяются, открытые уже, как бы, это очень скользко. Да, постоянно. Прикольная сцена. Обезьяна из кокоса прям кокотками выдергивает мякоть и ест. Вот, смотрите. Какую-то шмотку взяла и ползает с ним по деревьям. Как шарф намотала, да? Намотала с ним. Представим, какой-то шорох слышу, но не вижу обезьян. Да, реально эта тряпка обмакивается. Какие они умные. Да, забавно. А теперь самая главная задача попить. Все, я не могу высох, Катюх. Держи. А следующая наша точка это пляж Найтон. Там красиво, ты там тоже не была. Ехать 43 минуты, я думаю, все равно прикольно будет. И сейчас попрохладнее. На байке-то хорошо. Жарко. Все, села. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Друзья, мы приехали на пляж Найтон. Сейчас я вам покажу, насколько он красивый. Очень длинная береговая линия, не очень много людей. Ну и изюминка – это правые части, там камешки. Очень симпатичный. Сейчас мы туда тоже подойдем, я вам покажу. Ух, жарит, а! Слушай, а может быть, мне купануться, а? Блин, я правда в трусах и шортах таких не купальных. Как думаешь? Просто освежиться. Понимаете? Ты же не против? Я быстренько. В чем преимущество этого пляжа? Тут, ну, помимо того, что достаточно просторно, очень комфортный вход. С детьми тут купаться удобно. О, например, женщина лежит, смотрите, тут как бы и влага есть, да? И при этом она не намокает. Прикольно. И освежает. Ну и вот эта часть мне, конечно, сильно-сильно нравится. Там деревья. Красота. И тут скрипучий песок. Не знаю, слышно или нет через Гоупроху, потому что шум волн немножечко заглушает все это дело. И вот смотрите, насколько длинная береговая линия. Я не буду делать обзор кафешек, массажек. Все это как везде. Вот мне хочется вам просто показать вот эту красоту. Смотрите, вон там камни. Вот так вот идет длинная береговая линия. Так скажем, нет чувства локтя. То есть тут комфортно вполне себе загорать, отдыхать, понаслаждаться вот этой красотой. Все, буду раздеваться. Завидуешь мне, да? Ну ты девочка, ты же не можешь в платье пойти купаться. Можешь. Можешь в платье? Серьезно? Ну пошли. Ну это просто будет странно. Ну да, мне кажется, все странно. Я просто не хочу. Потом в мороке с песком, солью. И все, я футболочку снимаю и погнал. И потом у меня будет тут влажно. Я, конечно, сегодня сильно взмок, пока добирался туда, на эту гору с обезьянами. Конечно, такие подробности вас не сильно интересуют. Ну и по поводу входа. Вот, ребят, очень комфортный. Достаточно долго надо вперед пройти, чтобы погрузиться хотя бы по пояс. Сейчас я немножко освежусь, и мы туда камушков дойдем. Но вода здесь тоже, смотрите, очень прозрачная, красивая. Никаких медуз и прочей фигни. Ой, нету. Так, ну все, я погружаюсь. Ох, хорошо-то как, а? Фух. А то я глепотный был, как вообще старый носок. Ну и вот, визуально так, представляете. Тут по пояс. Прошел я, ну, метров сто, наверное. От места, где котелка сидит. Ой, хорошо. Только солнышко ушло. Фух. Как же это круто, что вот так вот можно остановиться, покупаться, освежиться, да, по сути. И поехать дальше. Согласен, есть минус. То, что с меня сейчас капать будет. Все-таки я и в трусах, и в шортах. Но они хотя бы не выглядят, знаете, прям так, как шорты там с карманами сзади. Просто адики черные. Нормально. Это Таиланд, не паримся. Все, в принципе, пару минут мне достаточно. Теперь я чувствую себя прям суперкомфортно. Волосы, наверное, не буду мочить. Ну, я пойду в Катюхе. Возьму ее за руки, и мы с вами пойдем туда. Вот, давайте вам со стороны воды еще пляж покажу. Очень-очень клевый. Вообще, мне на самом деле нравится вот так вот кататься по Пхукетту и выискивать разные пляжи. Просто вот сравнивать. Я не из тех туристов, которые приезжают в одну точку и 14 дней просто на один и тот же пляж хожу. Время стараюсь как-то двигаться в этом плане, мне интересно. Классно. Завидуешь, да? Ну, лон, не завидуй. Че? У тебя руки уже все, не на воде. Че, руки? Да я думала, у тебя руки от воды прохладные. Ну, на, потрогай. М-м-м. Да? Есть такое? Мне так нравится? На, подержи камеру. Смотри, разница. Да, да. Давай мои покажем. Так. Ну да. Че, пойдем к камушкам? Красотчика моя. Как с тобой идет красное платье вообще? Так круто. Согласен. Ну, давай-ка, че-то выковыриваю. Необычно. Я у нее спрашиваю, еда? А она че-то ничего не отвечает. Вот. И мы на камушках. Единственное, надо поаккуратнее быть, потому что они частично острые. Сколько там живности всякой, господи. Ну, красиво. Очень красиво. Сейчас еще котюху дождусь. Фоточку ей запилю. И поедем дальше. Ой, я слышу, как крабы внизу там шарудят своими ножками. Блин, красота. Даже иногда не верится, что мы в Таиланде. Иногда просыпаюсь, блин, думаю. Сейчас я в Москве окажусь в своей кроватке. А там сейчас зима, холод. А потом хоп и отпускает. Все. Мы в Таиланде теплым. А потом уже приедем, и будет весна в Москве. Я на месте, на высшей точке. Тут они как бы не сильно высокие, но единственное, немножко стрёмно мне было, потому что местами очень острые. Вот такой здесь вид открывается. Там еще более такая лазурная вода. Ну, красиво, красиво. Вот тут прям скатиться будто бы можно. Ну, опасненько, да. Согласен. Вот, сейчас дождусь Катюху. Уж не знаю, она поднимется ко мне или нет. Потому что я ее достаточно долго уже жду. Но если нет, то нет. Буду искать способ, как бы мне здесь лезть побыстрее. Это же правда острые. Ну, такие. Лучше, конечно, в кроссовках было идти. Но у меня все ноги, блин, в песке. Ну, только ради интереса, конечно, можете сюда забраться. А сюда и дрон можно запустить. И, в принципе, лучший вид на пляж. Давайте вам еще, наверное, панорамочку сделаю. 360. Давайте я развернусь. Я хочу развернуться к себе попой. Перелезать, наверное, надо в ту сторону. Каракатится. О, получилось, смотри. Ну, нет. Я думаю, мы сегодня молодцы. Хорошая у нас программа. Да, вообще. Теперь надо устроить себе вкусняшный ужин. Да. Кренделя возьмем. Да. Соленые, сладкие. Да. С синамончиком и... Ну, просто, который оригинал. Да. И я возьму себе еще лимонад. Ну, я надеюсь, успею высохнуть. Потому что у меня низ футболки мокрый от шорт. Ну, и они москвозь вместе с трусами. 42 минуты ехать нам до торгового центра. Достаточно далековато. Я думаю, мы по факту чуть быстрее приедем. Потому что там красные места были. Это пробки. Но на байке, сами знаете, это все объезжается просто на раз-два. Спасибо за деньr. Продолжение следует... 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 вот у меня есть а я и там случайно посмотрел и не было зеркала у водителя ладно это если чё ступил ничего страшного вот тут все отделано достаточно прикольно бардачок глубокий клёвый два подстаканника ну такой грубый стиль у нее но прикольный вот строчка называется да там панель да тоже цифровая я смотрю ну и самая главная цена друзья держитесь миллион триста двадцать четыре тысячи бак переводим 2 миллиона 700 тысяч это четыре двери а типа как дабл считается то есть типа здесь отсек здесь отсек да 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 и там два места было всего два места у самой первой самый дешевый было то есть там даже сзади не что у нас лады не знаю какие гранта стоят по двушку вот 800 симпатичная машина 2 миллиона 700 тысяч так что ребята затекайте слюньками цены здесь вообще это просто многих вот этот ажиотаж на российском рынке создали нет типов нет того нет всего вот пожалуйста тачка блин вообще не дорогая но по сравнению с нашими ценами а вот это энджишка стоит 709 тысяч бар те же полтора миллиона вот эта машина повторно что диодные фары пожалуйста достаточно неплохой дизайн я бы сказал я пойду с той стороны еще посмотрю блять ребята тут даже люк есть за такую цену вот так вот пожалуйста тут эко кожа тут кнопка есть старт-стоп блин ну это конечно крутяк цифровая приборка мультимедиа автомат даже есть этот как у авто стоп блин крутяк а это откуда подсветка я не понимаю и закрывается ты просто почувствую это почему и звук это слышно это вот тут просто резинки с до 103 друзья она у меня вырубилась камера потому что села батарейка файл записался все отлично я как раз сейчас проверял гофро в этом плане очень крутая штука и остается немножко зарядом записывает файл и вырубается так что все отлично ну конечно с катюхой офигели а цен вот так вот шли пока к байку перетирали блин мне это прям покоя не дает полтора миллиона рублей вот чё сейчас купишь напишите в комментарии что из б.у. более-менее можно достойного взять но из новья ну по-моему даже норопить не хватит либо какой-нибудь вариант с ручной коробкой 90 лошадиных сил я офигел в ng-шке люк был автомат полноценный эко-кожа там а старт стоп был там вот этот режим когда тебе можно отпустить на светофоре педаль и тачка будет на месте стоять блин ну это кайфец конечно ладно мы пофигевали сейчас поедем домой ну и чё отдыхать будем у нас в принципе больше ничего показывать мы только на заправку заедем да и все надеюсь вам понравился влог ставьте лайки дизлайки еще раз говорю подписывайтесь на канал и катюхин тоже канал подписывайтесь я как по-татарски сказал но еще там ссылки есть на телеге все ребят жду вас там все равно маленькие подкадры я залил полностью бак на 320 бат если меня там осталось ну буквально 700 грамм и проехал я 330 километров ну то есть 350 на полном баке вот представить на 8 литров дэнки попала у тебя вот это красный но нечет попадала здесь деньги сегодня то муха то еще крайне шире все теперь точно заканчиваем бог давай накрывай рукой